Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Бройля. Штрэээбух! Братва, всем привет! С вами Штрэбух, пищеварительный гигант и расхититель помоечек. Как видите, я собрал пушечный компьютер почти полностью из помоечки и скоро будет на него обзор. А собрал я его для тех целей, чтобы стримить в гараже. И я даже подключил интернет и сейчас играю в GTA 5 вообще по кайфу. Помоечка даёт игры и помоечка, а дева это бывает как обычно, кормит очень сильно. Но это мой свежий обзор находочек из помоечки. Присаживайтесь поудобнее, готовьте покушать и всем приятного просмотра. Находки были, ребятки, просто офигенные. На улице дождь, но в принципе это неудивительно, так как я живу в Питере. И я в эту дождливую погоду хочу вам подарить, ребят, 500 рублей. А подарю я их именно тому человеку, кто напишет про меня креативный стишок в комментариях. Самый крутой, самый смешной или самый какой-то интересный, который мне больше всего понравится, стих. Я оценю и подарю этому человеку 500 рубасов на карту. Поэтому, братва, я надеюсь на ваше понимание и на ваше умение сочинять стихи. Жду стихи в комментариях. Погнали смотреть. Мои находочки из помойки были они крутые. Помоечка очень сильно порадовала. Всем приятного просмотра. После ночного поиска находок забили машину под завязку находками. Вообще полностью забито. Сейчас будем выгружать металлолом отдельно, находки отдельно. На барахолку в субботу поеду. Вообще, ребятки, по кайфу. Так что, кто захочет, приходите в субботу на барахолку. Я там буду. Сумка с мелкими находками. Зацените, какой кувшинчик. Я его, кстати, на стриме нашел. Я его тогда потер. Думал, джинн вылетит. Но, ребят, все это сказки. Никакой джинн не вылетел. Очень обидно. Кстати, рабочий тетрис, но вот у него нет вот здесь кнопки. Ну, в принципе, она нажимается, но неудобно. Ребят, это реально ностальгия. Банка с клей-шпаклевкой. Она как будто новая. Целая баночка. Продам на барахолке. Также есть блок питания для ноутбука. Супер блестящий женский ремень. В нем очень много камушков. И они все очень сильно блестят. Также есть вот такой слон, но у него немножко надломился хобот. Это, конечно, не особо круто смотрится. Но, в принципе, заклеить можно. Также есть спрей для волос. Спрей для кухонных поверхностей. Там немножко осталось. Но, в принципе, домой заберу. Будем использовать. Есть еще вот такая прикольная хрюшка. И вот такой поднос, который собирается с помощью вот этих железок. Плюс еще зарядка для каких-то аккумуляторов. Еще какая-то хрень непонятная. Какая-то косметика. Ну, кстати, банка такая увесистая, тяжелая. Походу, косметика не из дешевых. Еще женский ремень. Медный кабель. Ну, еще был найден свеженький лимончик. Не гнилой. Лимон заберу домой. Буду пить чай с лимоном. И кайфовать от халявы. Но это все продам на барахолке. И еще одна партия мелких находок. Капец, их тут очень много. Во-первых, целая коробка чая Липтон. Абсолютно новый чай. Блок питания от ноутбука. Старые Wi-Fi роутеры. Гантеля на полтора килограмма. Шоколад Карошен. Прямиком из Украины. Неплохой женский кошелек. В нормальном состоянии. Фоторамки. Нерабочий блендер. Но продастся на барахолке. Металлическая кружка. Неплохие, кстати, часы. Еще есть старый дисковод. Самоделка какая-то. Возможно, сделана из пеноплекса. Или из чего. Хрен его знает. Новая лампочка. Абсолютно целая. Запечатанная. Кукурузная каша. Запечатанная. Пояс для спины, я так понимаю. Еще один Wi-Fi роутер. Мыльная рыльная. Гели для душа. Десики для подмышек. Абсолютно целые. Гель для интимной гигиены. Флешка для компуктера. Новый шланг для квартиры. Для полива из окна цветов там и так далее. Плюс еще различное мелкое барахло. Вот, кстати, неплохой магнитик. Еще один мужской кошелек. В принципе, нормальный. Клавиатура для ноутбука. Визитница Тинькофф. Прикольная находка. Сперматозоид. Оставлю себе. Ну и в принципе, среди этого барахла больше нет ничего ценного. Отличный товар для барахолки. Я в шоке, ребят. Зацените, сколько ламп нашел. И они к тому же рабочие. Все это нашел в одной помойке. Во-первых, вот такая полоса из шести ламп. Лиминесцентных. Или вроде бы как-то так называется. Плюс есть вот такие две, но они не рабочие. Здесь разбита лампа, а тут перегорело. Также в комплекте с лампами были вот такие переходники. Вот такие новые переходники. Эти какие-то заколхоженные. В общем, офигеть, братва, я в шоке. Это очень крутая для гаража находка. Эти лампы работают просто изумительно. Вот здесь есть штыки рай. И они между собой соединяются. Можно каждую лампу отключить по отдельности. Лампы очень яркие. Я вот сюда их прикручу. И будет у меня хороший свет в гараже. Капец, помойка дарит свет. Я в шоке. Ну вот и все. Лампы прикрутил. Офигенно ярко теперь в гараже стало. Просто сказка. Помойка дарит освещение, ребят. Ну и конечно же, хорошо, что руки не из жопы. Я это все на изи прикрутил к потолку. С помощью вот таких креплений и веревки. И кстати, эту веревку я также нашел в помойке. Как и эти лампы. Офигеть. У меня тут еще две запасные лампы рабочих осталось. А эти выкинул. Они не работают. Нашел целый телевизор. От бренда Supra. Матрица у него целая. Но, к сожалению, он не включается. Все потому, что с него сняли плату питания. Ну и вот здесь тоже пластика нет. В общем, его зачем-то разбирали. Но платы все внутри на месте. Кроме платы питания. Модель телевизора, видите сами. Телек на 32 дюйма. В общем, внутри все, кроме платы питания. За полторашку телек улетит со свистом. Помойка дарит прибыль. Просто огромнейший телевизор. От бренда Hyundai. Не знаю, какая тут диагональ. Но он очень большой. Просто огромный. Телек, в принципе, подает признаки жизни. Но, к сожалению, разбита матрица. Это очень плохо. Так как матрица под этот телевизор стоит намного дороже, чем сам этот телевизор. Сейчас я его включу. Опа. Видите? Жестко матрица разбита. Очень обидно, конечно. Я бы очень себе хотел такой телевизор домой. Пусть и обидно, что разбита матрица. Но, тем не менее, хоть что-то я с него смогу поиметь. Я продам этот телевизор на запчасти тысячи за три. На Авито. Так-то телек полностью рабочий. Его ни разу не разбирали. Внутри стоят все платы, которые должны там быть. Подставки с телеком, к сожалению, нет. Но, видно, крепился этот телек на кронштейне к стене. Модель телевизора на экране. Кстати, этот телевизор даже когда-то можно было подключить к компьютеру. По сути, это не особо современный телевизор. В общем, ребят, это круто. Тысячи две с половиной по-любому заработаю с этого телевизора. Помойка дарит деньги. Также есть ЖК-монитор от бренда Samsung. Но он, кстати, очень маленькой диагонали. Монитор всего лишь на 19 дюймов. В комплекте с монитором блока питания не было. Но матрица у монитора целая. И, скорее всего, он рабочий. Модель монитора Sunkmaster SA100. Продам этот моник на Авито. Рубли за 600. Нашел электронный подаватель бумажных полотенцев с датчиком на движение руки. От бренда N-Motion. Lotus Professional. Я надеюсь, вы поняли, что это такое. Эта штука крепится на стенку в толчках. И вот так вот проводишь рукой, и отсюда вылазят бумажные полотенца. Я, кстати, думал, что эта хрень работает от сети 220 вольт. Но, оказывается, эта штука работает от батареек. Здесь даже есть кнопочки с регулировкой. Офигеть. Ну, а сюда, собственно, засовываются бумажные полотенца. Крутая штучка. Я думаю, я ее себе оставлю. Повешу на стенку и буду использовать по назначению. Помойка дарит электронную хрень для подачи бумажных полотенцев. Офигеть. Мне интересно, сколько подобная хрень стоит на Авито. Я еще не успел посмотреть. Так что, ребят, если кому-то интересно, можете посмотреть на Авито. Я думаю, подобная хрень там стоит тысячи полторы. Ну, а так-то полезная находка для дома. Офигеть. А еще была найдена электроплитка от бренда Мечта. Такого черного цвета, кстати, стильная. Здесь есть немножко ржавчины, но это не проблема. Это легко очистится. Электроплитка реально добротная. И, кстати, она полностью рабочая. Я в шоке. Обе комфорки работают. Подобная плитка улетит на барахолке рублей за 200, а на Авито аж за целых рублей 350-400. Офигеть. Плитка даже рост тест. Смотрите. Я в шоке. Офигенная находка. Такие находки очень любят работяги, которые живут в бытовках на стройках. Нашел просто суперкрутые кроссовки от бренда New Balance. Единственный косяк этих кроссовок, это только вот эти места, которые немного порванные. Но, в принципе, на это пофиг. Самое главное, что спереди они целые, и подошва у них целая. Модель кроссовок New Balance 570. Кроссовки полностью оригинальные. Размер 44,5. То есть, ребятки, это мой размерчик. Офигеть. Нашел оригинальные New Balance в помоечке. Помойка обувает. Стоят подобные кроссовки в районе 5000 рублей новые. Капец, братва. Они на мне очень хорошо сидят. Удобный капец. Буду ходить в этих кроссах и кайфовать от халявы из помойки. Смотрятся офигенно. Помойка обувает. В таком ужасном состоянии я еще никогда не находил компьютер. Вы просто посмотрите, какой он зарыганный. Это просто жесть. Блок питания просто засмаленный чем-то. Каким-то жиром. Кулер на процессоре. Посмотрите, какой ужасный. Я не понимаю таких людей, которые не чистят свои компы. Но это просто жесть. Кстати, башня-то офигенная. Топовое охлаждение. Я, по-моему, почищу и поставлю себе в компьютер из помойки, которую я собрал недавно. Также вместе с этим компом был найден вот этот блок питания. В ужасном состоянии. Но, возможно, этот блок питания рабочий. Еще не проверял. Ну и, собственно, компьютер. Капец, он зарыганный. Это жесть. Очень грязный. Как можно было так испачкать компуктер? Я не понимаю. В корпусе стоит материнская плата Asus. Модель на экране. Материнка, в принципе, неплохая. С охлаждением на чипсете. Более-менее, хоть какая-то, но игровая. Под сокет 1155. Ну вот уже вижу одну гнутую лапку на сокете процессора. Но это фигня. Я иголкой ее выровняю. В материнке даже стоит две планки оперативки. Сейчас посмотрим, на сколько они. Это, кстати, DDR3 память. Две планки по 4 гига. Офигеть. Плата, скорее всего, рабочая. На базе этой материнки Пересоберу компьютер из помойки. Просто сказка. Это все, конечно, нужно будет отмыть. Ну а так-то будет неплохая геймерская машина. Абсолютно бесплатно из помойки. Кстати, на материнке есть даже HDMI. Это круто. Хорошая материнка так-то. Надеюсь, что материнка рабочая. Ребят, нашел топовую находку. Правда, ну как бы, ну, не знаю, что мне с ним делать. Но, возможно, я найду ему применение. Зеи бомба. Помойка дарит секс. Небольшое количество обуви. Среди которой даже есть кожаные перчатки. В офигенном состоянии. Перчатки оставлю себе на зиму. Буду рыться в этих перчатках в помойках. Ну, или ходить по улице в них. Кстати, перчаточки офигенные. Супер теплые. И еще не какие-то там ноунейм, а походу брендовые. Также есть вот такие шлепанцы. Моего размера. Офигеть, оставлю себе. Буду по квартире ходить. Ну, или продам на барахолке рублей за 50. Также, братва, были найдены кеды от бренда Лакост. И они, кстати, оригинальные. В офигенном состоянии. Их нужно почистить. Подошва в них целая. Смотрите, какой крокодильчик красивый. И здесь тоже черный крокодильчик. Я эти кеды померил. Они мне немного жмут, так как размер 43. Кстати, можете по номеру определить, оригинал это или нет. Но я, ребят, уверен на все 100%, что это оригинал. Видно по качеству. Кеды такого выдержанного стиля. Обычные черные. Классические, можно сказать, кеды. В хорошем состоянии. Нужно постирать и будут как новенькие. Помойка. Очень хорошо, кстати, обувает. Подобные кеды в магазине новые стоят в районе 9000 рублей. Так как все вы знаете, что фирма Lacoste это дорогая фирма. Кстати, еще были найдены вот такие вот кроссовки Nike Air VC Pro. В принципе, кроссовки в нормальном состоянии. Только они без шнурков. Ну и судя по берке, кроссы, скорее всего, оригинальные. Но видно по ним, что эти кроссы из старой коллекции. Подошва целая. Размер 43. Так что, ребят, если кому-то нужны, пишите мне ВКонтакте. Продам их рублей за 300. А еще были найдены вот такие крутые кроссовки от бренда Adidas. Реально смотрятся просто офигенно. Но они, скорее всего, женские. И, кстати, видно по качеству, что это Непаль. Размер кроссовок 37. Абсолютно целые. Подошва в офигенном состоянии. Продам эти кроссовки на барахолке. Также еще была найдена старая материнская плата под процессор AMD. Но она такая древняя, что ее, возможно, только купят какие-то коллекционеры. Также есть кулер, но без провода. Продастся на барахолке. Есть еще вот такая вот хрень. Написано, тараканы в голове у Иваныча спорят про Украину. Ха-ха-ха. Очень весело. Кстати, рамка в хорошем состоянии. Продам на барахолке. Также еще есть селфи-палка. Ароматные палочки. Опа! Есть исландская сельдь. Филе кусочки запечатанное. Это я оставлю себе. Обложка на паспорт. Аккумуляторы для вейпа. Вот такая вот машинка без передних колес. Кстати, смотрится офигенно. Кошелек. Неплохое зеркальце. Раскладное. USB кабеля. Блок питания от Nokia. Зубочистки. А еще есть вот такой неплохой, кстати, добротный светильник. Мыльная, рыльная. Какие-то ноунейм духи. Скорее всего, с рынка. Посмотрите на упаковку. Что с ней случилось. Опа! Лосьон после бритья. Вот это песня. Оставлю себе. Антипреспирант Old Spice. Ибица. Мазать подмыхи. А еще есть кокосовое масло для дрочки. А еще почти целая пачка салфеток Калипсо. Очищающие. Салфетки я оставлю себе. Буду ими чистить и электронику отмывать. А в этой коробочке, кстати, интересная находка. Зацените, какой перстень. И он, кстати, абсолютно новый. Прикольная тема. Был бы женщина и оценил. А так, как по мне, какая-то залупа. Какая-то бусинка желтая. Черт. Ну, короче, бижутерия. Продам на барахолке. Был найден в чехле надувной матрас. Офигенно. Надеюсь, что он целый. Проверять его не буду. Продам на барахолке его. Рублей за 200. Неплохо так. Матрас от бренда Bestway. Многие из вас, наверное, знают, что я копил на стримах донаты на машину. И я в итоге ее купил. Это Opel Corsa. И мы недавно в гаражах с Димоном, с которым вместе купили эту машину, мыли эту тачку. И думали о том, блин, как было бы круто, если бы у нас был бы Керхер. Так вот, проходит один день, и я нахожу Керхер в помойке гаражного кооператива. Я тогда мусор выносил и внутри бака его заметил. Ну, зацените, какой здоровый, офигенный Керхер. Модель К3. В комплекте с Керхером даже была запасная насадка для пистолета. Представляете? Тупо Керхер в помойке. Что? Вообще первый раз в жизни нахожу Керхеры. Но, к сожалению, Керхер не работает. Подключали его к воде, но нет никаких результатов. Вот здесь, как видите, выведен какой-то провод. Также тут был колхоз, какой-то провод шел вот сюда. Наверное, тут была сломана кнопка, и, может, эта кнопка включала двигатель. В общем, я без понятия. Но мы, когда Керхер этот подключали к воде, вода выходит... Ну, струя, правда, очень слабая. Ну, обычный напор водяной. То есть внутри там какой-то стоит нагнетатель, движок, и он перестал работать. Нужно будет разбирать, попробуем починить. В любом случае, попытаемся этот Керхер починить, так как он нам очень нужен. Но, если не получится починить, разберем на металл. Ребят, это очень крутая находка. И она очень кстати. Вот реально, ребят, помойка как будто чувствует то, что я хочу. Сейчас я вам это еще докажу. Дважды. Смотрите, нашел чехол для 11-го айфона. Ну, типа для моего айфона. В офигенном состоянии. Чехол-бампер, который защищает телефон со всех сторон. Он вот здесь на болтах раскручивается, туда вставляется телефон. И оттуда его хрен достанешь, придется опять болты раскручивать. В общем, офигенный чехол. Я о таком реально мечтал. И тупо вчера ночью на стриме я его нашел. Просто сказка. Сейчас я туда помещу свой телефон. Ну и посмотрим, как он будет смотреться, управляться. Как вообще, по кайфу будет или нет. Братва, чехол просто офигенный. Супер бронированный. Просто идеально подошел. У чехла, кстати, состояние такое, как будто он новый. Просто чехол моей мечты, братва. Противоударный, кайфовый. Блин, как же я люблю помоечки, братва. Словами не описать реально. Нашел гламурненький чехольчик для 11-го айфона. Для моего. Я просто в шоке, ребят. Состояние офигенное. Его помыть и будет как новенький. Также внутри состояние очень хорошее. Я даже знаю, кому этот чехольчик подарю. Катюхе. Моему оператору, который снимает меня на стримах. Ставьте плюсик в чатик, если знаете Катюху. А еще нашел полностью рабочие весы. От бренда Тефаль. Напольные. Кстати, взвешивают они как-то непонятно. Посмотрите. Они, кстати, были вот в такой пленочке. Они как будто новые. Но единица измерения мне непонятно. Видите, пишут, что я вешу 40 килограмм. Какие нафиг 40? Может это 11 футов и 3,8 чего-то там. Ребят, я вообще не шарю. Напишите в комментариях, что с этими весами не так. Ну а весы в хорошем состоянии. Продам их на барахолке. Рублей, наверное, за 150. Ну а вот мой старый чехольчик. Который я, в принципе, оставлю себе. Пусть лежит. Возможно, буду еще им когда-нибудь пользоваться. Смотрите, какое состояние офигенное. Тоже находил в помойке, блин. Капец. Помойка исполняет мои мечты, блин. У меня просто нет слов, ребят. Нашел электронную книгу. От бренда Покербук Про. Но она, к сожалению, с разбитым экраном. Книга, кстати, рабочая. Но продать ее за нормальные бабки не получится. Она никому не нужна. Возможно, на барахолке кто-то купит ее рублей за 50. С электронной книгой даже был чехол. Также нашел такое крутое крепление для телефона. Поставлю. Прикреплю на лобовое стекло в нашей машине помойной. А еще нашел вот такую хрень. Эта хрень нужна для того, чтобы можно было подключить микрофон с вот таким штекером к компьютеру. Там еще вот сюда какой-то штекер подключается и вставляется в компьютер. Кстати, блока питания в комплекте не было. Блок питания тут интересный на 18 вольт. У меня даже, скорее всего, такого блока питания нет. Вот эта штука как будто новая. Как она называется, я без понятия. Надеюсь, у меня кто-то из вас ее купит, если она кому-то нужна. Потому что не особо хочется на барахолке продавать эту штучку за копейки. Так-то штука, наверное, очень полезная для тех, кто увлекается звуком. Ну а это супер дорогая и старая находка. Я первый раз в жизни нахожу такой дорогой бинокль. Это командирский бинокль, который в чехле. И, как видите, чехол в идеальном состоянии. Когда я этот чехол открыл, я просто офигел. Не только от того, что внутри лежит бинокль, а от запаха. Ммм, запах этот, не передать просто словами. Знаете, пахнет старой кожей. Просто офигеть. Бинокль в очень хорошем состоянии. Есть только в этом месте небольшие сколы на краске. Но это фигня. Модель бинокля B12-1. Нашел я этот бинокль на стриме. И я тогда попросил подписчиков посмотреть, сколько подобный бинокль стоит на Авито. Когда мне они сказали, что этот бинокль стоит в районе 15 тысяч рублей, я просто офигел. Ну и, собственно, это подтвердилось, когда я зашел на Авито, полистал, посмотрел, сколько такие бинокли стоят. Они стоят в районе 15, 17, 14, 12 тысяч рублей. То есть, капец. Бинокль стоит 15 тысяч рублей. Кстати, приближает он просто офигенно. Бинокль реально классный. В комплекте с биноклем даже есть линзы противотуманные, абсолютно новые. У меня есть такое чувство, что этим биноклем попользовались, ну, может, раз в 5 от силы. Бинокль в очень хорошем состоянии. Если кто-то из моих подписчиков захочет взять у меня этот бинокль, подписчику я его продам за 15... Ой, нет. За 12 тысяч рублей. Ну, а на Авито продам его за пятнашку. Сейчас я вам покажу, как он приближает. Вот, смотрите, вот там примерно метров 500 находится дом. Смотрите, как он близко. Капец, да? Бинокль вообще офигенный. Я бы его себе оставил, но, знаете, денежки мне тоже нужны. Поэтому я его продам. Всем спасибо за ваш просмотр. Посмотрите вот эти видосы. А также подпишитесь на два моих канала. С вами был Штребух. Расхититель помоечек. И просто хороший парень. Встретимся в следующих видосах. Ну и помойка кормит, ребята. Как обычно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok